Ребятки, попробую я выйти сегодня в огород. У меня столько много семян и листья салата, и шпината, то, что мне присылали. Я думаю, чтобы без воды сейчас обойтись при посадке. Чем-то после дождя земля мокрая. Я сейчас быстренько сделаю грядочку и посажу. Ветерок тут, может, надо было шапку надеть. Не знаю, никого здесь нет, соседей в огороде, никого. Я совсем одна, что ли? О, а что у нас? Калитка открыта. В огород. Это мы не закрыли? Странно. Наверное, мы не закрыли калиточку. Так, надо разобраться, где чего сажать. Ой, как лук. Смотрите, зашел лук-лучок. Тут чеснок будет. Он только начал пробиваться. Вот лук, вот лук. Там лук, короче. Там сбоку будет у меня этот, скажите. Блин, кукуруза. О, может, мне грядку с зеленью, с листьем салата. Вот здесь вот сделать ровную какую-то грядку с помощью грабель. И здесь посадить, наверное. Наверное, это будет правильно. Или вглубь уходить. Нет, зелень надо тут сажать. Так, ну, ребятки, пытаюсь ее сделать ровной, эту грядку. Насколько у меня получается, конечно, выровнять немножко. Блин, а ветерок дует, надо было, наверное, шапку одеть. Земля влажная. Это хорошо. Ну, там земля получше, лучше перепахана, чем здесь. С краешку, наверное, плохо захватили. От них поразбивать эти камушки. Ну, не камушки, а земля взяла с таким. Вот этот пакет. Посею, короче, у меня шпинат, салат, базилик, травка, короче. Разная всякая, разнообразная, вкусная. У меня уже тут салат посажен. Я нашла, он уже проклевывается, уже выскакивает. Пытаюсь, короче, выровнять неровность. Видите, корни кукурузные. Хорошая? Мне бы лопату, наверное, брать. Да, это что? Корень. Вон, посмотрите, что творится. Оп. Везде кукуруза была, везде. Просто. Ну, что, сделаю я горизонтальные, вертикальные грядочки. Она у меня кривая получилась, что-то вообще скошенная. Фигня какая-то, мне что-то не нравится. Вообще не нравится. Ладно, попробуем. Сделаем вот тут грядочки. Вот так вот. У меня никогда не получается ровно делать. У меня всегда все кривенько. Вот одна. Отмеряю я вот так вот примерно. И делаю вторую. Земля мокрая. Прямо так хорошо мокрая. Вторая. Дальше отмеряем примерно. Третья. Что, завтра обещают, ребята, теплый день. Плюс 17 градусов. Значит, завтра Юречка сажает. Наконец-то. Я уже, наверное, достала с этой кукурузой. Завтра, наконец-то, мы сажаем. Кукурузу. Буду ее сажать, как изгородь. Изгородь. По периметру. Витя с мамой посадили с той стороны. Моя задача с этой. Посадить. И кукурузку. У меня два разных сорта. Кукуруза сахарная. Обычная. Так. Ну, насколько могу ровно. Насколько и делаю. Поближе. Потому что это все-таки зелень. Ее нужно будет поливать. Обязательно. Чтоб мне далеко с лейкой не ходить. Именно по этой причине я решила сделать в самом начале огорода. Чтоб поближе. Да и так зеленушки сорвать. Предлагали мне, что Юля, где-нибудь там, на территории сада сажать зелень. Но там жук может бегать. На огород он не выскакивает. Поэтому сажаю здесь. Юля, вечно к вам задом стоит. Сейчас я вас переставлю, ребят. Тихо, тихо. Не бойтесь. Я вечно к вам сзади подхожу. А это как-то не очень, наверное. И надо палочками ограждать. Потому что у меня, например, вот здесь вот посажен салат. Кривенькая грядочка маленькая такая. Я уже на нее сегодня наступила. Надо палочками оградить. Когда видишь палочки... У меня бабушка так делала всегда. Ты не наступаешь. Ты видишь, что здесь грядка. Пока оно зайдет, чтобы не забыть. И не наступить. Маленький проход получается между у меня и этой грядкой. Но ничего страшного. Уже как есть. Ребята, это первый год. Оно такое еще экспериментальное. Я не знаю, на каком участке лучше посадить. Где лучше будет. Чтоб друг друга там не притеняли. Это все со временем. Если, допустим, соседка вышла и посадила лук почему-то по самой середине огорода. Значит, наверное, так надо. Так удобно. Это со временем и я тоже узнаю все, ребята. Все это сделается. Надо время. Ну, земля мягкая. Пакеты еще, видите, какие-то. Пакеты. Хорошая. Земля. И рыхлая. Мягкая. И мокренькая. Мокренькая. Ну, косо-криво. Но это не беда. Главное, чтобы оно выросло. Сейчас все подряд буду сюда сеять. Все, что у меня есть. Вы здесь? Вы здесь. Так, чусь тут. Примерно отмеряем, ребята. Смотрите, какая мягкая, да? Земля. Тяпочка как хорошо идет. Да, у меня совсем проход маленький. Надо чуть-чуть. На этот самый. Убрать лишнего. Продолжаем. Надо хоть по теленочке позвонить. Сидит там одна. Одинюшенька. Совсем. Дома. Девчулечка. Блин, какие корни. Помешают. Оп. А, сейчас быстренько покидаю, закидаю. И все. Время уже поздно. Вечер. Пойдем со спокойной душой, чтобы мы хоть что-то поделать успели. Пойдем обедать. Да и все. День прошел, ребята. Время пролетает. Очень-очень быстро. Не успеваешь оглянуться день за днем, день за днем. Капец просто. Так, все. Сейчас доделываю рядочки. И будем вместе с вами засеивать. Смотрите, что у меня получается. Видите? Вот такие вот рядочки. Ну, там что-то поуже у меня идет. Ну, не в этом суть. И так нормально. И поехали, ребята. У меня есть вот такой вот салат. Я его посею. Ну, тут его мало? Мало? Что-то я хрипла. Тут его мало. Я думаю, выйдет одна грядочка. Ой, сейчас упаду. Да. Это салат. Вот. Вот так вот просто посею. Ну, чтобы так он густенько зашел. Может, на два разделить? Ну, не буду, наверное. Не знаю. У меня в этом году многие посадки, ребята, экспериментальные. или, наверное, две грядочки сделать. Давайте сделаем две. Вторую тоже. Хватит на две. Папка все ждет. Когда же солнышко выйдет? Когда солнышко выйдет? О, солнцезависимый человек. Мой муж. Муженек. Муженек. Вот так. А, чуть-чуть еще осталось. Най-на-най. 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 Все. На две хватило, ребята. На две. Этой самой. А вот еще осталось. Вот так. Есть. Ну, пока не зарываю, чтобы я не запуталась. Где еще? Дальше. Дальше, ребята. Я с вами посмотрю, что у меня тут есть. Сергей этот. Базилик. Два разных вида. Давайте сеем базилик. Базилик. По-другому еще называется кориандр. Базилик бородинский. Я, честно, не знаю, как его сажать. По одному штучку. Не по одному. Ага. По одному штучку. Офигеть. Ага. Между рядом. А, 45 на 10. Между каждым зернышком 10 сантиметров. А между рядами 45. Ну, пойдет. Понятно. Давайте. Посмотрим, что тут у нас. Угу. Вот такие вот кориандра. Тут кориандр пахнет. Вот такие вот зернышки. Не знаю, вам видно или нет. Ого. И шутся. Прям по одному. Я, наверное, знаете, что вдруг одно не прорастет. Я буду кидать по два через каждые 10 сантиметров. Ребята. Так и будем делать. Вот так вот я ставлю вас. Становлюсь. Вот так. Значит, вот мои два ряда. Ого. Ножки пошире. Вот так. Так, не посрединке у меня. Вот так вот. И поехали. По два штучки через каждые 10 сантиметров. Ну, примерно. По два. Вот так. Не видно, наверное. Давайте я вас поставлю, чтобы вам было видно, как я кидаю. Ну, где-то у меня даже 3 падает. Где-то через 5, где-то через 10 такое, короче. Вот так вот. И во второй рядочек тоже не забываю кидать. Слушайте, ну, это прям и его тут получается много. Целая грядка получится у меня этой кинзы. Но Сергей ее очень любит. И я была бы очень рада, если бы она у меня хорошо выросла. Я бы своего муженька порадовала свежей зеленью, выращенной вот этими вот золотыми руками. Понимаете? Может, зря я так делаю. Может, надо было просто посеять, да и все. А я, знаете что, вот эти два ряда я сделаю так. То есть, у меня же эксперимент, правильно? Я эти два ряда сделаю таким образом, вот как я сейчас делаю, да? А следующие два ряда просто вот так вот посею, да и все. И в итоге я потом посмотрю, что с этого получится. Где-то у меня даже по 3 падает. И потом в итоге я посмотрю, какой же способ все-таки меня больше устраивает. Правильно? Правильно. То есть, это у нас такой год экспериментов, ребята, получается. Интересно. Мне интересно таким заниматься. А вам интересно смотреть? скажешь, Юля, куда деваться, да? Мы привыкли вас смотреть? Может, кому-то и не нравятся огородные дела? А привыкли нас смотреть, да смотрят, не знаю. А может, кто-то на нас посмотрит и тоже лишний раз захочет поехать там к себе на дачу. ну, как знаете, как мотивация, типа. Может, я вас смотивирую на посадке. Кто-то тоже не садил, например, там листья салата или шпинат и тоже захочет. Да, наверное, фигней занимаюсь, вот это раскладываю по зернышкам. Они все равно все раз это самое как-то разбегаются. Ладно, давайте я дальше просто посею. И я буду помнить, что у меня полгрядки так, а полгрядки будет вот так вот, потому что это очень долго, а у меня еще полный карман пачек этих семян. Вот так вот кидаю, да и все. У меня же еще целая пачка его. Ну, буду сеять весь. Вот так вот. Все, ребята, зарываем. Зарываем это все. Аккуратненько. Вот так вот. Сбоку прохожусь, оно присыпается. Сейчас попрошу, папка мне наломает этих палочек, я поставлю по периметру. И все. И отличненько. Вот так вот. Вышнее. Вот так. Даже можно просто ногами пройтись, ногами присыпать. Я привыкла тяпочкой. Вот так вот. Сопой. Какая красота у нас с вами получается. Прелестно. Просто прелестно. Иду к Сергею палочки просить. А, он уходит отсюда. Папка. Сейчас вернется. Жука привязали, чтобы нормально хоть калитки были открыты. Чтобы он не бегал. Соседи приехали. Кажут, что можно сажать. Я кажут, нужно, можно. Так, веточки. То есть, я тоже думала, что там болото, ну, грязь. Меня ругают, когда говорю, болото, грязь, грязь. О, вот они такие вот длинные. Вот их я сейчас поломаю. Вот на такие вот. Оп. Есть. Следующее. Смотрите. Оп. Есть. Та. Не, ну, это пускай такая останется. Три есть. Мне надо восемь. Дальше. О. Третьи берем. А пополам. Оп. Это получилось у нас что? Пять. Вот еще. О, прикольные палочки. Семь. Еще. Надо. О, так вот она. Восемь. Так, какие классные палочки. Таких палочек. Палочек еще поискать надо. Я нашла. Красивые. Смотрите, я не могу пройти мимо, вам покажу, как дерево цветет. Ребята, смотрите, как оно цветет красиво. Вообще, просто бомба, смотрите. Красотишечка. Только оно на солнышке красивее смотрится. Красивее. А без солнышка не то. Жук страдает, сидит. Привязали, бедный мальчик, мой хороший. ты мой хороший. Я с палками, руки заняты, простите. Все, сейчас потыкаю и устью. все, ребятки, закончила я. Закончила я сажать. Я нарвала чесночка. Вот он, прекрасно. И лук нашла прямо на огороде. Это прошлогодний проросток, местами. Я его сорвала и мы его на обед скушаем. Чесночок мамочка чистит, покушает. Прикольно. Он посреди огорода думаю, торчит лишний вообще. Все равно там надо будет граблями проходиться. А мы сейчас съедим его. Да, правда, руки грязные, но мы сейчас как-то его помоем. Помоем, помоем. Жук не надо. Все, ребятки, будем обедать. Чесночок есть, лучок есть, надо еще петрушечку пойти сорвать. Мы собрали вот еще два пакета мусора. Мы делаем каждый раз, ребята, просто не всегда показываем. Возим постоянно до сих пор по сей день мусор. Еще у нас куча мешков. Спасибо огромное зрительнице нас навдило мешками. Зеленушечка. Петрушка уже выросла. Мне тут срочно надо на этом участке заняться этим сорняками. Но сегодня мокро, неудобно на этот самый сопать, тяпка этой. Поэтому завтра, наверное, привести в порядок. Уже петрушка так хорошо наросла, отросла. Это петрушка, ребята, которая здесь была. Ну, то есть от прошлых хозяев нам наследство осталось. Хорошая петрушечка. Вот. Мне, кстати, показалось поначалу, что это кучерявая петрушка. А нет, это обычная, по-моему, петрушечка. Такая ароматная, классная, ребята, смотрите. Я хочу поморозить в этом году. Петрушки, укропа. Да, побольше. В прошлом году морозила, укроп у меня, я мало укропа наморозила, он у меня посреди зимы уже закончился, короче. Вот. А петрушка еще в морозилке у меня по сей день есть, но все равно надо уже запасаться, заготавливать. Потому что я ее везде добавляю. Супы варю, борщи. Везде я добавляю зелень, зеленушку. И она своя, выращенная, как бы, без всяких, ты знаешь, она без химии, полезная. Так, хватит. Можно будет потом еще домой порвать. Смотрите, красота какая. Замерзли, ребята. На улице похолодало, да? Все, солнце только спряталось и капец. Ну, чего, садится такой колотун конкретный. Да, ребята, 48 гривен, вот такое вот колечко, фирма, просили вы показать, кстати, мясная весна, с печенкой. Есть еще домашняя, но с печенкой обалденная. Но, если вы такую найдете, я вам советую ее подогреть, разогреть. Либо в микроволновке, либо нет микроволновки, можно просто на сковородочке пожарить. Она теплая, она вкуснее гораздо, да? Так, я ее делаю вот так вот, смотри, она тут связана ниточкой. Мы делаем вот так вот, мы ее раз это, расчленяем. Раз швякиваем. Раз швякиваем, да. Вот на такие вот кусочки нарезаем. Сейчас подогреем, она как раз чаванется. Да, чаванется. Смотрите, какая зелень у нас красивая на тарелочке, а? Пахнет, ароматная. Вот, и эта колбаса, она очень на домашнюю, вот именно вот как будто домашняя. Здесь кусочки сала попадаются, очень вкусные. Я прям говорю, у меня слюни текут, понимаете? И она в этой, в оболочке, в, ну, кишки. Кишки? Кишки. В чем? Во что домашнюю колбасу делать? Кишки, мам. Кишочки, да. Вот, кишочки мы когда кушаем, он как раз котику, костику этот самый кидаем. Объедки достаются, да. Нарезаем на тарелки, ребята, чтоб лишний раз дощечку просто не мыть. Понятно, да? Неохота мыть посуду. Яйца у нас вот на тарелочке, три штучки. Мы их сейчас поделим и зеленуха, все. Чайник вскипел, сейчас зальем и будет чай. Тебе какой чай, мамочка? Да там фруктовый у нас вкусный есть, который нам прислали, обалденный. Лена попросила, говорит, мама, привези мне чай, тогда я сегодня одну упаковку заберу ей домой, в город. И вот так вот ставим буквально там на минутку, она отключена, сейчас я включу ее и ставим. Долго не надо, то есть не обязательно, чтобы она прямо шкварчала, просто тепленькая, она так гораздо просто вкуснее. не, только ты потом, пока включишь, я еще не получается у меня. Отморозила пальцы, просто, милочка. И чайочек, и вперед. Почему-то привезли сюда первый раз этот наш чихпых ноутбук, подключилась я к интернету, хотела видео выложить, а он не подключается к интернету, пароль ввела, все, неопознанная сеть и нема, представляете? Ну что за дела, что такое, не везет с этими ноутбуками, не хочет подключаться, значит домой приедем, будем грузить. Так, у нас почти все, ребята, готово. Сейчас зальем. Леночке позвонили мы. Да, у нее все хорошо, она покушала. Она уже и пообедала, и покушала, обедала она суп куриный с лапшой, а поужинала, она даже сегодня не показывала, ребят, я с утреца приготовила плов, прям в сковороде, под крышкой, получилось очень вкусно. Мы дома будем на ужин, хотя, знаете что, знаете сколько времени, ребята, хотите прикол, без 28, вы уже, наверное, все поужинали, а мы садимся обедать, а потом в час ночи мы будем ужинать. Это ваша жизнь. у нас привыкли зрители наши, просто бывает новенький, зайдет, и человеку непонятно, что такое, как так можно. как они так живут, да. Ну и так живем. Так, у нас тут Костян, сейчас будем ему отдавать эти шкурочки, но он так наглеет, он прямо лезет, прям на стол, прям за руки так вот цепляют, как будто я неделю не ел, ненасытный, он так себе растянет желудок, не будет наедаться, и ходит, совершенно ведь не будет. Да, так ходит, как беременный кот, понимаете, а все равно он мяучит. Мне кажется, для того, что он был часто голодным, и у него ненасытность вот этого, да, какая-то, может он, ну, перерыв, пророк хочет наесться. Вот жук уже не так, он уже насытился, и более-менее себя ведет по отношению к еде, он уже не заглатывает так, а Костян по сей день до сих пор вот так вот, хотя жук привязан, не может никуда отойти, а у Костяна есть возможность птичку поймать, мышку поймать, понимаете? Все, ребята, пошли мы кушать. Ребятки, у нас обед. Мы будем кушать, вот поближе, давайте мы вам покажем, наш стол, прямо праздник сегодня какой-то, и яйца вареные, и зелень, и хлебушек, кушать уже охота, потому что мы сегодня только завтракали, вот, и будем есть. Сегодня мукбанга не будет, наверное, да, мы сегодня и так роликов наснимали, наснимали, у меня болит речевой аппарат. Крыша едет. Крыша едет, не спеша, она тихая шифером шурша, поэтому мы посидим, хотел сказать в одиночестве, нет, мы вдвоем, мы вдвоем, посидим, Сережа, все, всем приятного аппетита. Приятного аппетита, ребята. Все, ребята, понаедалась, немножко отдохнули, едем домой, забыл шапку переодеть, там остались, кепки. Все кепки там остались? Ну, дома есть какая-то. Ну, что-то оденем. Завтра должно выйти в лоб, плюс 17, обещались прогнозники, будем надеяться. Завтра полезу в огород, еще что-то сажать, надо будет на неделе покупать, наверное, картошку, сколько сажать, не знаю, пару ведер, наверное, нам чисто так на покушать, ну, не для... молодую поесть. да, да, чтобы так, только покушать и все. Все, едем домой, Лена уже звонила, мама, где вы там, ребенок переживаешь, умы, блин, время полдесятого, мы не вернулись, может, мы ночевать остаемся? Нет. Елена Сергеевна, мы скоро будем. Мы скоро будем. Тадам, ребятки, у нас походу, что там у нас, напомни? У нас ночь, у нас ночь, у нас пол первого, мы только закончили, ребята, работу, и садимся кушать. У нас то, что я утречком по Бырику приготовила, это, не знаю, плов, короче, убери нос, рис с мясом, мы называем это... Я вижу, это плов. Это я вижу, я уже ничего не вижу, у меня уже не работает, ни глазки, ни ручки, ничего. Так, что, выкушаем плов, покормленный, я покормила, видишь, ненасытные, они такие классные, сабонашки, девчушки, сабонашки, кошки. Ты толстая, Альма, ты толстая. Толстая девочка, Девчушка, пузо растет. Как вертолет. Попка такая конкретная. Так, и что у нас? И больше у нас к поводу ничего нет, у нас хлеб, да, капуста маринованная, Сергей перемешивает, ее с майонезом, ему так лучше, ему так сочнее. И чай пьем. А у меня нет, а я себе налила неполную, стаканчик, да? Давайте, долью. Зажала себе. Нос чешется. А сейчас долью. К чему бы это, что у тебя нос чешется, Косну, мать. Косну, косну. Так, спать будем, я так полагаю. Неужели? Да. В самом деле. Все, мы вас ждем, ребята, завтра. Заходите в гости, не забывайте нас, пишите комментарии, ждем ваши лайки под видео, пальчики вверх, и подписка, подписывайтесь на канал, не забудьте. Все, пока-пока. Пока-пока, ребята. Собашки.